ФИЦ вам с маслом. Рисунок к статье. Фото со страницы ФАНА в социальной сети реформа Российской Академии Наук преодолела очень важный, и психологически, и административно, этап. Федеральное агентство научных организаций, ФАНА, приступило к структурным преобразованиям подведомственной сети научных организаций. На начало года таковых было около 1200. И вот в налоговой службе зарегистрирован устав первого федерального исследовательского центра, ФИЦ, созданного на базе Института проблем информатики РАН. В структуру ФИЦ вошли также Институт системного анализа РАН и вычислительный центр ИМ. А.А. Дородницына РАН. Естественно, вошли с потерей статуса юридического лица. Согласно утвержденной ФАНА России и одобренной РАН программе развития, созданный ФИЦ займется фундаментальными и прикладными исследованиями в области математики, математического моделирования, информатики, информационных технологий, минус отмечается в официальном пресс-релизе ФАНА. В связи с этим действительно важным событием можно отметить несколько обстоятельств, сопутствующих ему. Во-первых, отнюдь не случайно подчеркивается, что программа создания ФИЦ одобрена Российской Академией Наук. То есть, вроде как, все делается по взаимному согласию ФАНА ИРАН. Но сегодня уже очевидно, что реформа академической науки, начавшейся в июне 2013 года, не имела четко обозначенных рациональных целей. А одним из главных движущих мотивов этой реформы стал фактор личных амбиций чиновников от науки. Сегодня эти амбиции более или менее удовлетворены. Что в итоге? Как отметил на днях Нобелевский лауреат, академик Жори Салферов, ФАНА, созданная для управления финансовыми делами РАН, не имеет специалистов, с которыми можно что-то обсуждать, которые что-то понимают, произошел развал системы РАН. Действительно, за полтора года никто не смог предъявить обществу никаких результатов, в чем проявились улучшения системы управления наукой. Их просто нет. Но чиновничья амбиция за это время трансформировалась в госполитику в сфере науки с забытой целью. Сами себя загнали в тупик. Второе обстоятельство, которое хотелось бы отметить. По мнению функционеров ФАНА, создание сети мощных центров обеспечит стране конкурентное преимущество в стратегически важных для нее отраслях экономики. Вот и помощник президента РФ Андрей Фурсенко призывает, нужно идти к созданию научных агломераций в академических институтах. Однако никто еще не доказал и не показал, что агломерация исследовательских организаций в науке сама по себе автоматически повышает эффективность научных исследований. Наоборот, весь опыт свидетельствует об обратном. Например, не случайно для реализации атомного проекта в СССР были созданы два ядерных центра. То же самое, в космической программе, в авиастроении. Наконец, третий момент. Директор Института проблем информатики РАН, на базе которого создан Федеральный исследовательский центр, академик Игорь Соколов до января 2015 года был главным ученым-секретарем РАН, как раз с июня 2013 года. Параллельно он и лоббировал создание ФИЦ. Занимался этим настолько активно, что это вызвало недовольство президента РАН Владимира Фортова. Что называется, конфликт интересов. Соколов, очевидно, сделал свой выбор в этом конфликте. Теперь, немного утрируя, можно сказать, что запущен механизм растаскивания РАН на куски. Незаметно, чтобы, призывая РАН заняться экспертизой научных проектов, инициаторы ее реформы прислушивались к чему бы то ни было экспертному мнению. Между тем, многие эксперты говорят о научно-технической контрреволюции, которая возникает в условиях слишком большого сближения науки с государством. Это может привести лишь к превращению науки в идеологическую обслугу власти. Государству стоит напомнить старую истину, опираться можно только на то, что сопротивляется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok